Ну а за заседанием коллегии Минобороны наблюдает наш корреспондент Артём Кул. Сейчас он на прямой связи со студией. Артём, здравствуйте, вам слово. Роман, здравствуйте. Да, буквально несколько минут назад закончилась коллегия Минобороны. Но вот хотелось бы отметить, что сегодня сделали довольно серьезно громкие заявления по поводу инцидента в Сирии. Но вот здесь военные ведомства отмечали, что всю ночь разрабатывали стратегию взаимодействия с турецкими властями в дальнейшем. И предлагаю сейчас послушать представителя Минобороны, который сделал громкие заявления. По решению Верховного Главнокомандующего для обеспечения противовоздушной обороны на всех направлениях в Сирии на аэродром Химимим перебрасывается зенитно-ракетный комплекс С-400. Мы прекращаем все контакты с Турцией по военной линии. Вот хотелось бы отметить, Роман, что напомнить точнее, что вчера произошел этот инцидент, когда турецкий F-16 сбил наш бомбардировщик Су-24 без каких-либо предупреждений. По крайней мере, так заявляют в военном ведомстве до сих пор и говорят. И в результате этого инцидента один летчик спасся, второй, к сожалению, погиб. Его расстреляли боевики, которые контролировали тот квадрат, где упал самолет. Ну вот операция проходила сегодня практически до 4 утра. И в ней участвовались как спецназ Сирии, так и наши военные спасатели. И в итоге летчика спасли. Я предлагаю сейчас послушать комментарии также министра обороны по поводу того, который поблагодарил спасателей за вот эту операцию. Давайте послушаем. Вчера в течение 12 часов нашими спецподразделениями и спецподразделениями наших коллег Сирии Войно-спасательная операция по спасению штурмана нашего самолета Су-24 завершилась успешно. Штурман доставлен на нашу базу. Жив-здоров. Я хотел бы поблагодарить всех наших ребят, которые с огромным риском работали всю ночь и фактически в 3 часа 40 минут завершили эту работу. Хотелось бы также добавить, что министр обороны первым делом сегодня на коллегии, между прочим, поручил своему первому заместителю лично проконтролировать, как будет обеспечиваться помощь родным погибших военных, которые вчера погибли. Но вот при этом хотелось бы также добавить, что когда проходила коллегия, вот здесь прямо у здания Министерства обороны, вот видите, сейчас за моей спиной памятник, который называется «Офицеры». Сегодня люди приносили цветы в память о погибших военных в Сирии, ставили свечки, зажигали. Конечно, никто ничего не говорил, то есть молча просто вспоминали. И вот таким образом помянули наших военных, которые, к сожалению, погибли, героически погибли в вчерашних событиях, в вчерашнем инциденте. Но вот это, к сожалению, сейчас вся информация к этой минуте. И вот в Министерстве обороны говорят о том, что будут продолжать работы. И уже в ближайшее время, конечно, может быть, какая-то новая информация появится. Роман. Спасибо, Артем. На прямой связи со студией был наш корреспондент Артем Холл.